Здравствуйте, Валерий Константинович. Знаете, мне нужно пойти, когда я начинал, я еще не кипел чай, я сейчас налю себе чаю, и будем в таком же духе продолжать. Пусть это нутное, пусть все, вот. А вы пока можете в последнем это почитать. Это тоже Горька. Итак, один наш человек, вот. Я такие вот споры, вот такие вот непонимания называю «пчелы против меда». «Пчелы против меда». Вы аллегорию тоже, надеюсь, поняли, та же, как и аллегория, что папа дуб-дубом в сексе. Такая аллегория. «Пчелы против меда». Сегодня я, вот так сложилось, у меня ничего еще не бывает. Я еду и слушаю радио, пока ехал. И было сказано, несколько человек участвовал в разговоре, кто-то суперопытный. И этот суперопытный, значит, учил, как надо деревья. А там я несколько фраз, их легко запомнить, они звучат отовсюду. Это было радио. Было сказано, что это радио России, я сейчас скажу, радио России, кажется так, что у них этих слушателей 60 миллионов. Я понимаю, не все 60 смотрели, не слушали эту передачу, а, скорее всего, несколько миллионов это слушало. Боже мой, так как часто надо обрезать? Каждый год. И это обязательно приведет к лучшему урожаю. Это все было сказано полным серьезным. Дальше было опять перечислено все ветки, которые растут вниз отрезать, пересекающиеся отрезать, которые растут внутрь отрезать. Этот набор, он такой маленький. Прямо 5 пунктов, 6. И вот так легко запоминать, что уже это стало садовой молитвой, а на самом деле это садовая, как бы сказать-то, слов-то подбирать. Ведь им же надо много рассказывать, они же, наверное, за эту передачу-то еще и какие-то доллары получили, в смысле рублей, пусть рубли деревянные, но получили. А что мы будем делать с толчками? Уничтожить. Знаете почему? Мы с вами проходили, он показывал эти волчки, вы все прекрасно знаете. Но я надеюсь, что сейчас же у нас еще смотрят по Ютубу, кроме вебинар, потом отдельный Ютуб, разделенный вебинар на части, потом идет этот самый Яндекс и так далее. То есть все-таки аудитория шире. Вот этот вот несчастный, который обречен, потому что вертикальную ветку, она всегда появляется там, где выше, обязательно я напоминаю, что выше или подпорчена ветка, вот в нижней части появляется, это замена крона. Они этого не знают. Они не знают еще. Одна из такой вещь, тонкая, я боюсь, что я первый на планете, это меня до этого просто никому никто понять не может. Почему? Много, у меня сотни фотографий. Я мог бы сделать специальную передачу для центрального телевидения, куда меня никуда не пригласят. Там так, вот вертикальная ветка, они все называются волчками, но вертикальная ветка, которая настоящие почки растет, она на второй год, как правило, покрывается цветами. И никто этого не знает, и она тоже подлежит уничтожению, уже поэтому не знаю. Есть ветки из почки, и они тоже вертикальные, я их различаю легко, на той, которая из этого самого, из клетки, вторая из клетки, первая из почки, они обязательно плодоносят и вовремя, для этого они и существуют. Когда в отчаянии дерево вынуждено пробудить клетку, и вот она действительно растет, а на ней нет цветов ни в первый год, ни в второй год, а дальше никто не заглядывает. На этом этапе, а на раз на второй год на ней не появились цветы, и бывает и на третий год. Она из почки, об этом не знает современная наука, это не знала наука не в 19 веке, потому что они еще не знали, что это из почки. С тех пор, как было изобретено микроклонирование, то есть берутся вот эта самая пульпа, да может быть, грубо говоря, представьте себе, что кусочек этой самой пропускают через мясорубку. Ну, измельчили просто. Ну, так же, как фарш. А потом этот фарш в питательную среду, и многие почки пробуждаются уже как деревья. Уже одно это говорит о том, что Дарвин тут и даже близко не отдыхал. Это отрицает дарвинизм, а никто не хочет этого понять. Я 20 лет вижу, а ведь это же не шутки. Миллиарды почек внутри дерева, и каждая почка имеет зародыш дерева с корнями, с кроной, будущими цветами, будущими плодами. Это невозможно не осмыслить. Это, знаете, я посидел, пока до меня это доходило. Пока дошло. Невозможно это. Оно невозможно. А оно есть. Но это глобальная проблема, которую когда-то наши придут туда, вы придёте, кто помоложе власти. Когда-то надо менять всё это, что это самое, ветка вертикальная, уничтожать. Дерево не знает, что оно творит. У многих деревьев ветки свисают вниз ещё до кладозначения. Не после, когда она закрепится в таком виде. Уничтожить. А зачем уничтожить всю страну? Ветка растёт, смотрит вниз. Почему? Это её предназначение. Она такая есть. Это она закладывалась в миллионы лет именно так. Отрезал ветку. И со всех сторон появляются ветки, которые перекроют вот эту самую дырку. Потому что там, под деревом, кипит жизнь. Там то, что находится в почве. Дерево кормит. Кормит дерево. И вот оно кормит дерево так, что оно благополучно. Нет, взяли это самое. Часть веток вырезали. Осветление. И всё. И пролеха, и дождь насквозь. Всё внутри гибнет. Черви гибнут. Вы знаете, что черви забираются на чердаки в отчаянии? Но это будет отдельная тема. На чердаки залазят, когда проливные дожди. Вы знаете об этом? Спасаясь. А то давай один полив в год. На глубину 2 метра. Ага. И ни одного червяка не спасётся. И всё это на полном серьёзе. Но. Это я много говорю. Один конкретный совет. Вы думаете, почему я придумал вот это вот? Само собой холл, само собой, должна быть корневая шейка максимально сухая. Однозначно. Но у меня здесь сохранена вся подземная структура. Вся. Я ещё опять отвлекаюсь. Господи, да что же у меня за характер-то такой? Вот, сфотографировал. Внимание. Внимание. Справа я иду по саду. Ну, сами видите. Ну, слаб человек. Ну, взял, сфотографировал цветочки. Ну, не мог иначе. Ну, заодно вы видите, какая почва. Смотрите. Это весной. Здесь. А помните, я показывал? Вот такой слой этих самых листвой. Почему у меня такой огромный слой всегда листвой, причём безмерный? Да потому, что у меня здоровые деревья и максимальное количество листвой. Те, кто нам показывал сады, когда они деревьями этими обращались, те же феи и прочее, они бы не обратили внимания, что там это. Они уже заранее были больны. А их дальше ещё продолжали калечить. А когда дерево здоровое, за зиму оно, вот сейчас я найду или нет, подальше. Мне нужен снимок подальше снятый. Ну, вот хотя бы здесь. Ладно, это у меня называется «Дружба народов». Вот. Меня задавали вопрос, задавали. Вспоминаем. Можно ли в одном гнезде? А это, знаете, почему два? А потому, что здесь вот писаем себе, что здесь был длинный-длинный ряд саженцев. Это бывший питомник. Вот. А здесь я поступил как Боридан-Овосёл. И я люблю Оригорию, извините. Вот уже третья Оригория за сегодня. Итак, Боридан-Овосул. Подвесили две кормушки сосон. Причём и в одной был отборный овёс, и в другой был отборный овёс. Это библейская притча. Она тоже о многом говорит. Об ослах. Так вот. Он выбирал долго, потому что прекрасный овёс в одной, прекрасный в другой. Он туда морду, нет, там лучше, нет, сюда лучше. Короче, он выбирал, выбирал до тех пор, пока не умер с голоду. Потому что он растерялся, у него было 50 на 50. Вот. И вот я, значит, когда мне надо было оставить только для маточного сада, они росли рядом. Я, как Боридан-Овосёл, долго не мог решить, какое взять. Они были переростки, их не купили. Вот. Один бы продать, другой бы оставить. Ну, я, как Боридан-Овосёл, оставил оба. Но, правда, я ещё живой. Ладно, теперь самое главное. Обратите внимание. Вот здесь меньше всего листвой. Это не потому, что я тут ждула. Просто самое благоприятное место для челей – это как раз там комфортное место, где максимальная защита от осадков. Согласны? Их комфортное место проживания не вот там, а вот тут комфортное место проживания. Поняли, да? Это я к тому, что я такими аллегориями, такими вот путями раскрываю тайны природы. Вот и сюда. Здесь вообще всё вычищено. И я вам хочу показать почву, пользуясь случаем. Я тут, естественно, никто ни с метлой, ни с граблями не подходил и не мог подойти. Здесь минимум травы, потому что здесь перед ним огромный, летом особенно, огромная такая зелёная масса, через которую солнце не проникает вообще. И вот результат. Теперь я наклоняюсь, смотри, внимание, что я вижу? Я вижу почву, которая мне напоминает губку. И она дышит. Согласны? Один снимок сделал. Прошёл метр. Второй снимок сделал. Третий снимок сделал. Это всё дышит. Дышит. А потом нас опять морда. Я говорю, сколько можно? Вот смотрите, я вас к чему подвёл. Сейчас вы увидите. Давайте почитаем это письмо. У меня беда. Я попросил папу привлечь к этому просмотру вебинара. Почему? Потому что он же делает лишнюю работу, ненужную, вредную, опасную. Ну вот. Папа, посмотрел умных садоводов по телевизору, выкреп все листья из-под деревьев. А кушать-то что будут? Папа просто не знает, что деревья едят листья. У них есть несколько посредников, которые листья делают пригодными для пищи. Ну, загибая пальцы. Черви, бактерии, вот, грибы, микориза. И, наконец, теперь он уже... Ну, мы так суп варим, они тоже суп свой варят. Мы же не едим эти самые. Сырую картошку. Мы не едим сырое мясо. Сварили, съели. Вот так они так же делают. И вот эта вот фраза я бы не стал показывать. Перекопал землю. Я предупреждал, что на этом, на вебинаре покажу. Так что пусть не обижается. Вот, папа. Перекопал землю под деревьями для лучшей подачи кислорода корням. Так вот, друзья мои. Вот этот папа уничтожил весь кислород. То есть, после этого пройдет дождь. И все вот это... Я вам помню, я показывал фотографию, где разрез, где черви хозяйничают. Там гигантское количество ходов. Знаете, сколько там ходов? На километровом участке там миллион ходов. И вот, когда я вот так вот сажаю, и, конечно, вот уже ранее посажены. Видите деревья? Вот он дернул. Никто его не трогает. Вот. То, что здесь мало листьев. Это все съели эти. Они съели. Когда я сажаю дерево, приходится погуще садить. Жить заставляю. То я просто-напросто взял сверху. Все. Не перекопанная почва вообще. Там все ходы в целости. Ну, какое-то нарушение есть, раз сверху навалил земли. Ну, некоторые. А куда деваться? Садить надо. Вот. Вот это я бы очень хотел, чтобы папа ваш посмотрел. Может, записи потом. Вот. А то, что телевизор не врет. Это вот сейчас такой гометический хохот вызывает. Не только у меня. Вот меня сейчас смотрят, допустим, 50 человек. Ну, обычно в конце оказывается 50 или 100. Ну, а потом еще просмотры, просмотры. И все, кто вот это увидит, это будет гомерический хохот. Задача-то телевизора брать. А, я уже про политику. Нет, я не про политику. Я вынужден вот этот телеканал «Усадьба», который на моем кабельном телевидении заменил телеканал про этих хей. Вот. То же самое. То же самое. Колечиться деревьев и опять, и опять, и опять, и опять, и опять лишние ветки. Вот. Ни разу в жизни не видел, чтобы пересекающиеся ветки уничтожили хоть одно. Ну, мозоль получается, мозоль, и все. Ну, никогда я мертвые ветки не видел. Чего пристали? Приглядеться надо. Для этого должна существовать наука. Пусть посадят тысячи деревьев. И пусть с ними проводят работу именно по обрезке. Пусть обрезали так, что будет. И все равно, видите, зарастет обязательно таранок. И всегда, когда осветляют, всегда, когда стараются, чтобы лучи солнца пронизывали, наоборот, всегда загущение. Уничтожили часть дерева. Как еще убеждать? Часть. Он восстанавливает ее. Но именно таким путем. Прорехи заполняют вот эти вот дыры в кроне. Сколько я примеру приводил, что зима, вы же утепляете окна, а не открываете их. Вы же крышу, проходившуюся, перекрываете, а не убираете оттуда шифер. КОНЕЦ